Автопарк Капшигайской городской больницы пополнился еще одним автомобилем. Причем не обычной каретой скорой помощи. Теперь на страже общественного здоровья будет ретромобиль советских времен. ГАЗ-24 известная в народе под названием «Волга». Автомашина, оборудованная под медицинскую, технически полностью исправна. Молодежь, видя на дорогах города такой автомобиль, удивляется. А у взрослого поколения он вызывает улыбки и воспоминания о детстве. Ретромобиль будет в основном развозить лекарства, находящимся на карантине. Такой щедрый подарок сделал местный предприниматель Мурат Сергебаев. Владелец ретро-музеев Капшигай исчел своим долгом помочь медработникам, особенно в период пандемии. Отметим, в день поступает по 70-80 вызовов. Каждый вечер, каждый день они звонят, спрашивают, чем помочь, как вот именно происходит обстановка. Нам очень тяжело, но при поддержке Акима, при поддержке таких меценатов, как Сергебаев, я хочу сказать, мы победим пандемию коронавируса. Мы справимся с этой ситуацией. Спасибо большое за такую поддержку. Это заболевание, которое коронавирус, оно всех задело. В первую очередь медработников, которые с каждым пациентом могут то же самое подхватить это заболевание. Пусть им какое-то облегчение будет. Ну и тоже спасибо им, что они как на фронте, первый удар принимают. Если мы вот такие, у кого есть возможность, вот так потихоньку будем помогать и дружно, мы всегда победим, победим это заболевание. Самое главное, чтобы все были вместе, никто не болел. К другим темам. Сегодня страна отмечает 127-летие со дня рождения Макжана Жумабаева, казахского поэта, писателя, прозаика, одного из основателей новой казахской литературы. Ежегодно в литературных кругах проводятся встречи, в школах открыты уроки, посвященные творчеству великого писателя. В этом году свои коррективы внесла пандемия, однако о его творчестве помнят потомки и исследователи его наследия. Работая на Ниве просвещения, он выпустил такие труды, как родная речь в начальной школе, педагогика, обучение грамоте и другие. Им написано большое количество газетных и журнальных статей, подготовлен ряд учебников и методических пособий. Перу Макжана Жумабаева принадлежат поэма «Батар Баян» – цикл стихов о Туркестане, стихи о Бахане Саре, Бухар Журав и множество других поэтических и прозаических произведений. Также он перевел на казахский язык многочисленные труды Лермонтова, Гейня, Байрона, Фета и других русских и зарубежных классиков. Макжан переводил учебники химии, математики, физики по естествознанию. Его переводы были нацелены на восприятие казахским народом. Сейчас не хватает исследователей трудов Жумабаева из-за того, что в Казахстане мало кто понимает арабскую вязь и сможет донести до читателей всю глубину произведений Макжана. В пригороде Актау в поселке Акшукур разгуливала львица. Кадры, на которых хищница ходит на одном из перекрестков пригорода, сняли очевидцы. В департаменте полиции Мангистаусской области сообщили, что инцидент произошел сегодня, 25 июня. Примерно в полшестого утра на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в пригородном поселке Акшукур свободно передвигается лев. Незамедлительно на вызов выехали руководство департамента природоохранной и сотрудники батальона патрульной полиции, сообщили в пресс-службе. Отмечается, что львица поймана, она здорова. В данный момент выясняется, откуда она появилась. Ватарау восстанавливают потерю ценных пород рыб после экологической катастрофы. Водоемы Уральско-Каспийского бассейна выпустили больше миллиона мальков-осетровых, сообщает корреспондент Хабар-24. Вырастили их на Урало-Отраусском осетровом заводе. Мощность предприятия свыше 4 миллионов молодей. Товарным воспроизводством рыбы там занимаются уже больше двух десятилетий. Белуга, осетр и стерлядь. Для специалистов Урало-Отраусского осетрового завода горячая пора не только весной, когда рыба идет на нерест, но и сейчас, когда окрепшую молоть отправляют в свободное плавание. В Казыгурском районе разоблачили преступную группу скотокорадов. Поводом послужило заявление местного жителя, у которого в прошлом и нынешнем году с пастбища угнали целый табун 25 лошадей, стоимость которых составила 15 миллионов тенге. Стражи порядка прочесали весь Казыгурский район, проверили отдаленные хозпостройки и вышли на старенькую ферму, где и обнаружили спрятанных от любопытных глаз животных. Как выяснилось, скотокрады хозяйничали на территории Казыгурского, Сарагашского и Толебийского районов. Доказана их причастность к угону 300 лошадей. Они причинили ущерб сельчанам на 150 миллионов тенге. Украденных животных прятали, снимали с них тавро, везли на скотный рынок или пускали под нож. Мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло на юге Мексики. В результате удара стихии обесточен город Уахаке-де-Хуарес. Подземный золчок ощущался на территории нескольких регионов, в том числе в столице страны Мехико. Очаг залегал на глубине 5 километров. Эпицентр находился на расстоянии 23 километров от населенного пункта Крусесита на Тихоокеанском побережье. По словам президента, землетрясение не вызвало заметного ущерба. Местные власти сообщили по меньшей мере об одном погибшем. Угрозы цунами у берегов Мексики нет. Об этом заявил национальный координатор сил гражданской обороны Давид Леон. Власти Греции начали операцию, название которой «Новый старт туризма». К сведению, четверть ВВП страны составляют те, кто приезжает в Грецию отдохнуть, насытиться впечатлениями и посетить знаменитые памятники культуры. Уменьшение числа путешественников отражается на всех сферах жизни. Это чувствуют и фермеры, поскольку на их продукцию у рестораторов падает спрос. И хотя план поддержки в том числе и туристической индустрии, представленной Еврокомиссией, был одобрен Европарламентом, по мнению местных властей, этой помощи не будет достаточно, чтобы поддерживать отрасль в жизнеспособном состоянии. Между тем, эксперты считают, что в Европе грядет вторая волна COVID-19. В Германии с каждым днем растет число новых случаев заражения. На западе страны повторный карантин введен в двух районах для 360 тысяч жителей после массовой вспышки коронавируса на местном мясокомбинате. В Италии, самое пострадавшее от инфекции в стране Европы, суточный прирост новых случаев заражения составил 122. Не лучшая ситуация и в Португалии. В стране за последний месяц зарегистрировано свыше 9200 случаев заражения. Большинство из них пришлось на столичный регион. Эксперты призывают быть бдительными и соблюдать санитарные требования. Необходимо быть готовыми ко второй волне COVID-19, говорят эксперты. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова